Поехали! Твин Пикс Твин Пикс – это место, в котором мистика искусно вписана в повседневность провинциального городка. Место, где ужасное соседствует со смешным. Место, полное загадок и тайн. Порой кажется, что городок, выдуманный Дэвидом Линчем и Марком Фростом, куда более живой и реальный, чем окружающий мир. Что же делает его настолько запоминающимся, объёмным и живым? Ответы можно долго перечислять, но в первую очередь это герои Твин Пикса, жители города и обитатели потустороннего мира. Это первый видеоролик в запланированной серии. В ней я расскажу о самых колоритных и загадочных персонажах сериала. Попытаюсь собрать вместе детали, которые могут помочь в понимании показанных событий. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Персонаж, о котором пойдёт речь, является одним из ключевых. Сцен с ним в сериале немного, но при каждом появлении на экране длинноволосого седого мужика в джинсовке по спине пробегают мурашки. Если вы впервые смотрели сериал в детстве, как и я, то имя этого мужичка вы точно не забыли. Для остальных же, будьте знакомы, это Боб. И для многих поклонников сериала, его имя стало синонимом страха. В детстве только подушка могла защитить от этого кошмара. Если честно, то после Твин Пикса мало какой ужастик способен сильно напугать. Страхи тут особые. Они остаются с вами навсегда. Боб – зловещий дух. Для пребывания в реальном мире он использует людей как телесную оболочку. Он вселяет ужас в своих жертв, питается страхами, развращает тех, в кого вселился, и заставляет их делать ужасные вещи. Сначала Линч не показывает шокирующих подробностей убийств, и мы видим только изощренно кривляющегося седого мужчину. Но уже этого достаточно, чтобы шокировать зрителя. Что же делает образ Боба настолько ужасным и запоминающимся? Для начала это внезапность. Первое появление Боба шокирует именно тем, что от сериала не ожидаешь чего-то подобного. Сцены с ним всегда похожи на неприятный сон, в котором ты не контролируешь события, а поддавшись страху, наблюдаешь за непредсказуемыми действиями окружающих. В некоторых сценах жути добавляет фирменное линчевское мигание света. Страх вызывает также и то, что поведение Боба похоже на действие дикого зверя, хищника, почуявшего запах крови. С ним нельзя договориться. Он внезапен, безумен, и ведом только своими страшными желаниями. Страх и страдания людей приносят ему удовольствие. Загадочность тоже усиливает страх. Ведь издревле человек боится того, чего не может объяснить. Боб завладел душой Лиланда Паунара, когда тот был еще мальчишкой. Он вечно стрелял в меня спичками. И приговаривал. Хочешь поиграть с огнем, мальчик? Долгие годы Лилан был удобной оболочкой для него. Но когда подросла Лора, похотливый дух захотел овладеть ее душой и телом. Я хочу есть твоим ртом. Управляя Лиландом, Паук насилует Лору, являясь к ней в своем истинном обличии. Лора узнает, что загадочный мужчина, являющийся ей, на самом деле ее отец. И это становится одной из причин ее смерти. Огонь, иди со мной. Последняя строчка стихотворения, не раз повторяемого в сериале. Записку с этими словами, написанными кровью, Боб оставляет на месте убийства Лоры. Можно сказать, что это его девиз. Ведь именно с огнем, разрушительной и неуправляемой стихией, ассоциируется этот персонаж в первую очередь. Согласитесь, что без этого зловещего персонажа, Твин Пикс потерял бы значительную часть своей загадочности. Интересно то, что перед началом съемок, Фрэнк Силба, сыгравший Боба, не значился среди актеров, а работал над внешним видом сцен. До работы над Твин Пиксом, Фрэнк был декоратором на съемках одного из короткометражных фильмов Дэвида Линча. Во время съемок пилотного эпизода, Дэвид увидел, как работает Фрэнк, и решил, что ему нужно принять участие в съемках в качестве актера, причем его сценический костюм состоял из одежды, в которую он приходил на работу декоратором. Так и появился образ ужаснейшего из обитателей Черного Вигвама. Также существует байка о том, что одна из актрис сильно испугалась Фрэнка, увидев его в отражении, после чего Линч немедленно решил принять его в актерский состав. Но если Фрэнк Силба отлично сыграл истинное воплощение Боба, то Рэй Уайс блестяще справился с ролью Лиланда Палмера, одержимого злым духом. Сцены, в которых Лиланд осознает происходящее с ним и его семьей, раскрывают всю глубину трагедии этого персонажа. Эпизоды с перевоплощением главы семейства Палмера в Безумного Убийцу также заслуживают отдельного внимания. И если в начале сериала зритель видит Лиланда как страдающего отца, потерявшего дочь, то ближе к окончанию его сюжетной линии Боб практически постоянно контролирует свою оболочку. Его и без того странное поведение становится эксцентричным и опасным. В фильме «Твин Пикс. Огонь иди со мной» сценаристы углубляются в мифологию вигвамов и детальнее раскрывают образ Боба. Теперь он не просто дух, убивающий для удовольствия. Боли страдания людей для жителей потустороннего мира являются пищей и называются Пища духов выглядит как кукурузное пюре. Боб, заставляя людей страдать, добывает гармонбозию для майка и карлика. После убийства Лоры в «Твин Пикс» приезжает ее кузина Мэдди Фергюсон. Играет ее, конечно же, Шерил Ли и в основном из-за схожести с Лорой она тоже будет убита Бобом. По словам Фрэнка Силвы, в действиях Боба много сексуального подтекста. Он готовится к убийству как будто собирается на свидание. Кружа Мэдди в безумном танце, Боб будто бы снова убивает Лору. Всем своим жертвам он помещает под ноготь вырезанные из журнала буквы, из которых состоит его полное имя. В замысел Дэвида Линча не входило быстрое раскрытие личности убийцы. Он хотел сделать это только в самом финале сериала. Но руководство телеканала ABC, опасаясь падения рейтингов, настояло на своем. В итоге, уже в девятой серии второго сезона, агент Купер арестовывает Лиланда за совершенное убийство. Боб покидает свою оболочку, что приводит к смерти Лиланда. И это одна из самых драматичных сцен первых двух сезонов. Потерпев поражение, мятежный дух возвращается в Веглам, но вскоре проход между мирами откроется, и тот, кто нанес ему поражение, сам явится к нему. В финале второго сезона Купер соглашается отдать свою душу Уиндому Эрлу, чтобы сохранить жизнь своей возлюбленной. Однако Боб изменяет ход событий, но не стоит ждать от него справедливости. Купер будет заперт в черном Вегваме на 25 лет. Однозначного понимания показанного нет. Есть две популярные версии произошедшего. В первой версии говорится, что в Вегваме произошло разделение Купера на светлую и темную сущности. Боб завладевает его темной стороной и выходит из Вегвама. Хороший Дейл остается заперт внутри. Во второй версии Бобом был создан двойник Купера, и когда Уиндом Эрл заманивает настоящего Дейла в Вегвам, обратно выходит уже не Купер, а созданный двойник с вселившимся в него Бобом. Вторая версия кажется мне более логичной, особенно после просмотра третьего сезона, в котором раскрывается тема двойников. Как бы там ни было, но Боб снова оказывается в реальном мире. Шокирующая концовка второго сезона. Природа Боба до конца не была ясна, и воспринимать события сериала можно было как поверив в сверхъестественность происходящего, так и придерживаясь скептической точки зрения, как агент ФБР Альберт Розенфельд. За 27 лет, прошедшее между окончанием второго и выходом третьего сезона, многое изменилось. В 95-м году скончался Фрэнк Силова. Изменять запомнившийся яркий образ Линч не захотел. В третьем сезоне нет больше привычных отражений в зеркале и явлений в видениях. Лишь однажды отражение злого Купера начнет приобретать знакомые черты. Боб не появляется в виде человека, а трансформируется в шар с лицом Фрэнка Силвы. И хотя Кайл Маклахлин прекрасно сыграл темного Купера, без Фрэнка образ многое потерял. В нем нет уже той эксцентричности и звериной дикости. Можно, конечно, предположить, что темная сторона Купера контролирует живущего в нем духа. И если Лилан поддавался на его провокации и подчиняясь ему часто вел себя неадекватно, то темный Купер полностью контролирует себя и использует сверхъестественные способности, перешедшие к нему с Бобом. Например, убить его не так-то просто. Демоны Черного Вигвама спешат оживить его, когда темного Купера застрелил Рей. Также он обладает нечеловеческой силой, а вкупе с интеллектом и умениями агента ФБР, Боба Купер становится очень опасным соперником. В восьмой серии третьего сезона Линч раскрывает причину появления Боба в нашем мире. Во время испытаний атомной бомбы в 45-м году существо, называемое Джуди, и представляющее собой древнее зло, изрыгает некую субстанцию, среди которой и находится Боб. Это можно воспринимать как образ, с помощью которого Линч показывает, что зачастую творящиеся в мире ужасы и есть результат человеческой деятельности. Но, возможно, он вполне однозначно говорит нам, что Боб не что иное, как порождение тьмы, а испытания оружия огромной мощности то ли усилили потустороннее зло, то ли уничтожили границу между мирами. В итоге, участникам проекта Голубая Роза и Великану из Белого Вигвава удается заманить Боба Купера в ловушку, где он будет повержен. И хотя показанное в концовке третьего сезона нельзя воспринимать однозначно, и победа над злом весьма сомнительна, другого варианта развития событий на этот момент не существует. Нам, как это зачастую бывает с фильмами Дэвида Линча, остается только гадать, что именно он имел в виду. Одно можно сказать с уверенностью. Фрэнк Силва, Рэй Уайс и сценаристы сериала создали запоминающийся, яркий образ, который никому не хочется увидеть ни во сне, ни в отражении. Мистер Линч, кто такой Боб в реальной жизни? Кто такой Боб? Боб — это люди, приносящие проблемы, то есть негативные люди. Но знаете, если в мир принести немного света, они превратятся в хороших людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok